Приветствую всех! Меня зовут Мимоза Фахрудинова. Я кандидат филологических наук, доцент, победитель всероссийского конкурса Лига Лекторов, а также автор подкаста «Азы языка». Мы с вами начинаем курс видео-лекции, который называется «Русский язык с мимозой». Он будет состоять из пяти видео, и этот курс посвящен тем процессам, которые происходят в современном русском языке. Первая лекция называется «Купите планетарный миксер». Будем мы говорить о языковых средствах привлечения внимания в рекламном тексте. Почему я выбрала такое название? Здесь личная тема. На 8 марта муж мне подарил не букет мимозы, как хотелось бы, а миксер. Так не просто миксер, а планетарный. Я впервые услышала о таком названии. Ну, естественно, я начала искать название этого миксера, да, что это такое. Смотрите, что нашла. Планетарный миксер – это особый вид стационарных миксеров с технологией тщательного перемешивания ингредиентов в чаше. Достигается это путем одновременного разнонаправленного вращения насадки и привода к насадке. Сам процесс напоминает движение вращающейся планеты вокруг ее солнца. Классная метафора, да? И вот в рекламном тексте нужно использовать метафоры и другие средства выразительности, потому что мы прекрасно понимаем, что без рекламы мы уже жить не можем, ведь реклама – это двигатель прогресса. Современная социальная и политическая ситуация в стране, которая сложилась, да, после распада СССР, переход к рыночной экономике, требует умения составлять рекламный текст. С помощью языка можно привлекать внимание потенциальных покупателей. Напомню вам, что же такое реклама. Найдем определение в словаре. Реклама – это оповещение различными способами для создания широкой известности кому или чему-нибудь с целью привлечения потребителей или зрителей. Если это концерт певца, то кому, если это реклама творога, то, соответственно, чему. На самом деле, с учетом использования языка, а мы с вами сегодня говорим о языковых средствах привлечения внимания, можно выделить три группы рекламы. Первая – это визуальная реклама. Возможно, вам привычное будет слово «зрительная». Сюда относятся печатная реклама, да, в газетах и журналах, световая реклама, все неоновые вывески по вечерам в городе, их очень много, оформительская реклама и фотореклама. Если мы говорим о втором виде рекламы, то она называется аудиальная реклама или слуховая. Воздействует она, соответственно, наш слух, и это различные радиосообщения, ну и различные устные сообщения около магазинов иногда, да, в день скидок. Мегафон объявляет, что сегодня на все скидка 20%. Вот это реклама аудиальная. Третий вид рекламы объединяет в себе первые два. Называется она аудиовизуальная реклама, то есть зрительно-слуховая реклама, которая воздействует и на слух, и на зрение. И здесь можно выделить теле- и кинорекламу. Я думаю, вы знаете, в чем отличие, да, теле-реклама показывается между программами, а кинореклама показывает непосредственно в фильме, когда герои пьют один тот же сок, ездят на одних и тех же марках машин и так далее. Ну и еще сюда можно назвать демонстрацию образцов изделий в сопровождении устного текста. Вот такие три вида рекламы с учетом использования языка можно выделить. Теперь давайте обозначим основную цель и функцию рекламы. Смотрите, основная цель рекламы — побудить адресата, совершить покупку, если это товар, да, и воспользоваться услугами рекламодателя, если это турфирма и так далее. При этом реклама выполняет две основные функции. Это функция воздействующая информативно, они обе важны. В первом случае информативная функция заключается в том, что реклама информирует, рассказывает о достоинствах товара или услуги. А воздействующая функция не менее важна. Почему? Потому что реклама должна, так скажем, воздействовать на потенциального покупателя, который купит этот товар или воспользуется этой услугой. Какие средства привлечения внимания бывают? Вообще мы говорим о том, что важнейшим условием эффективности рекламного текста является его нестандартность. Ведь любые шаблоны — это враг рекламы. На самом деле, смотрите, в русском языке пять функциональных стилей. Мы говорим о том, что три из них называются условно-книжными, потому что они реализуются в письменной речи. Это официально-деловой стиль, который реализуется в документах. Научный стиль, который реализуется в образовании, в науке, в статьях. Это публицистический стиль. Мы сегодня говорим о жанре публицистического стиля. Реклама — это жанр публицистики. И вот здесь как раз-таки реклама, ну, так скажем, со стандартами не дружит, да, это враг. Еще, кстати, есть разговорный стиль, который используется в непосредственном общении с родственниками, с друзьями. Ну и художественный стиль или язык художественной литературы, который используется в литературе. Вот мы сегодня говорим о языковых средствах привлечения внимания в рекламе как жанре публицистического стиля. В целях привлечения внимания читателей рекламисты используют различные языковые средства. Давайте мы пройдемся по этим средствам, обозначим их. Первое средство — это отклонение от норорфографии. Мы говорим о том, что выделяется четыре отклонения от норорфографии. Первое — это сочетание латиницы с кириллицей. Латиница используется в английском языке. Кириллицу используем мы в русском языке. Так вот, в пределах одного слова использовать два разных шрифта нельзя. Поэтому в названии магазина «Дельта Марин» допускается орфографическая ошибка, где первая часть «Дельта» написана кириллицей, а вторая часть «Марин» написана латиницей. Или второе отклонение от норорфографии — это соблюдение норм дореволюционной орфографии. Например, в вывеске магазина «Купец» мы на конце можем увидеть так называемый твердый знак. Это буква «Ер». Это вообще показатель процессов в русском языке. Это буква «Ер» обозначала редуцированный глас. «Ер» и «Ерь» еще была буква. Буква «Ять» после 1917 года отменили ее. Мы говорим о том, что вот эта буква, может быть, обращали внимание газете «Коммерсант» используется. Иногда в вывесках «Ломбард» или «Трактир» пишется эта буква «Ер». Мы говорим о том, что она придает вот эту атмосферу прошлого века. Но с современной точки зрения это ошибка. Третье отклонение от норорфографии – это употребление прописных букв в середине или в конце наименования. Например, название магазина «Максидом» – первая и последняя буквы заглавные. Это ошибка. Мы с первого класса знаем, что заглавные буквы у нас начинаются в предложении или пишется имя собственное. Или в названии магазина «Кридомет» вторая часть «Мет» выделена заглавными буквами. Это тоже ошибка. Четвертое отклонение от норорфографии называется «Игра слов». Игра слов как результат отклонения может проявиться, например, в рекламе «Всё возможное» – реклама автомобиля «ВАЗ». То есть мы с вами знаем, что «ВАЗ» – слово «Всё возможно» вообще пишется по норорфографии через букву «О». Здесь допускается ошибка. Буква «О» заменяется на «А» и тем самым выделяется аббревиатура автоконцерна «Всё возможно». То есть, видите, вот это первое средство отклонения от норорфографии необычайно популярно, потому что реализуется в четырех видах. Да, в четырех видах. Это не от безграмотности ошибка. Иногда в слове «агентство» пропускают букву «Т», пишут «агентство», а надо «агентство». А это сознательная ошибка. Второе средство привлечения внимания мы назовем «Каламбур». «Каламбур» – высказывание, основанное на одновременной реализации в слове прямого и переносного значения. Вот, пожалуйста, реклама в шампуне «Пантин прави». «Пантин прави» – блеск и сила ваших волос. Блестящий результат. Вот здесь с блестящим результатом какая ситуация? То ли блестящий результат значения – отличный результат, то ли в буквальном смысле, раз мы говорим о шампуне, блестящий результат значения – волосы приобретают блеск. Вот это и есть «Каламбур». Или другая реклама – трогательный тональный крем от «Макс Фактор». Вы можете дотрагиваться до лица, менять одежду, целоваться, и вам не надо будет поправлять свой макияж. Что здесь не так со словосочетанием «трогательный тональный крем»? То ли это как трогательный фильм, вызывающий эмоции благоприятные, мы можем сказать, трогательный тональный крем, то ли в буквальном значении трогательный тональный крем можно трогать и не испачкаться. Это и есть «Каламбуры». Следующий – «Аказионализмы». Может быть, вы слышали это слово, еще говорят «аказиональные слова». Пишется оно с двумя буквами «К», что является показателем того, что это слово заимствовано. Аказионализмы – это новые слова, отсутствующие в системе языка, которые созданы специально для данного момента в экспрессивных целях. Например, в рекламе «Не тормози, сникерсни» оказионализмом является слово «сникерсни». По аналогии с глаголом «повелительное наклонение не тормози» мы образуем «сникерсни» слово. Это оказиональное слово, это в глагол. Или «мобилизуйся» реклама мобильных телефонов. То есть мы от слова «мобилизация» в значении армейской мобилизации отходим и употребляем этот глагол «повелительное наклонение» в значении мобильного телефона. «Мобилизуйся» и «покупай мобильный телефон». Это и есть оказионализмы, новые слова, созданные для рекламы. Помните, я говорила про то, что шаблоны – это враг рекламы? Так и есть. Вот оказиональные слова – «друг рекламы», потому что они помогают сделать рекламу запоминающейся. Четвертое языковое средство – это персонификация. Возможно, вы в школе слышали слово «олицетворение». Вот это одно и то же. Персонификация – это перенесение на неживой предмет свойств или функций живого лица. Например, «тефаль заботится о вас». Мы так говорим о марке бытовой техники. То есть человек о другом человеке может заботиться, животное может заботиться о своем детеныше. А здесь мы говорим о марке бытовой техники. Это персонификация. Или «Маргардастер» – «Как ты прекрасна». Марка косметики, которая раньше продавалась на российском рынке. Обращение к ней как к женщине – это тоже персонификация. Пятое средство называется «фонетические повторы рифмы». То есть что это значит? Здесь особенности касаются только звучания рекламы. Это либо повторение какого-либо звука одного, либо сочетание звуков, либо совпадение слогов в строках. И возникает такое уже стихотворное восприятие стихотворения. «Ваша киска купила бы вискос». Здесь мы говорим о том, что в словах «киска» и «вискос» происходит фонетический повтор и, соответственно, вот эта демонстрация языкового средства. Или «Бинго шоу!» – «Живите хорошо!» – в данном случае происходит фонетический повтор в словах «шоу». Здесь сознательно допускается ошибка, добавляется буква «о». Это еще и игра слов, потому что добавляется еще одна буква. Ну и, соответственно, выделяются прописные буквы. «Бинго шоу!» – «Живите хорошо!» Вот, видите, сразу несколько средств выразительности используются. Тут переборщить невозможно, потому что, опять же, нужно проявлять творчество. Но это не сон, это соня. Это тоже пример из серии «Ваша киска купила бы вискос», потому что здесь происходит фонетический повтор в словах «сон сони». Поэтому говорим о том, что это пятое средство привлечения внимания, которое называется фонетические повторы рифмы. Шестое средство называется дифразилогизация. Дифразилогизация – это распад фразилогизма, устойчивого словосочетания и использование его компонентов в прямом значении. Я думаю, слово «фразилогизм» вам знакомо со школой. Это устойчивое выражение. Приставка «де», я думаю, вы слышали, ее употребляется в отрицательном значении, как деградация. Вот дифразилогизация – это распад фразилогизма. При этом ассоциативная связь свободного словосочетания с фразилогизмом сохраняется. Вот я привожу пример рекламы «Леденцов от боли в горле». Когда простуда берет за горло. Обратите внимание, здесь используется фразилогизм «брать за горло» в значении «угрожать». Но при этом происходит его распад, и мы можем буквально употребить слово «горло» в своем прямом значении. То есть, когда простуда атакует горло, то есть, когда буквально вы чувствуете, что горло болит, то примите стрепсилс. Вот это вот как раз пример дифразилогизации. Давайте попробуем, посмотрим, как это работает на практике. Определим, какие языковые средства выразительности здесь использованы, которые я сейчас назвала. Попробуйте, да? Вот «оттянись со вкусом» – реклама оттеночной пены. Мы говорили в отклонениях от норфографии такой вид, как «игра слов». Мы знаем, что слово «оттянись» вообще-то пишется по нормам орфографии через букву «я». Тяга у нас проверочное слово. А здесь происходит ошибка, и мы пишем его через букву «е». «Оттянись». Тем более, эта буква выделена за главным, прописная буква в названии. Это такое средство выразительности. Второе. «Не окажись в безвоздушном пространстве». Мы допускаем создательную ошибку в слове «безвоздушный». Вообще оно пишется через букву «о» – «воздух». Здесь допускается ошибка и выделяется название автоконцерна – «безвоздушное пространство». Ну, еще прописные буквы, кстати, используются. Третье. «Дави на газ» – реклама автомобилей «газ». В данном случае происходит дефразеологизация, распад фразеологизма, потому что «дави на газ» имеет значение прибавлять скорость, в русском языке мы говорим. Здесь происходит его распад, и «дави на газ» воспринимается как покупая автомобили, ну, отечественного производителя подержит, да, покупая автомобили «газ». Четвертый пример. «Прекрасный пол» – это не только женщина, это еще и линолеум от фирмы. Здесь употребляется словосочетание «прекрасный пол». Вот здесь наблюдается каламбур. То ли «прекрасный пол» – это напольное покрытие хорошего качества, то ли «прекрасный пол» – это женщина, да, потому что по отношению к женской половине человечества мы употребляем это словосочетание. Пятый пример. «Пора брать кассу». В русском языке «брать кассу» имеет значение воровать. В данном случае происходит дефразеологизация, его распад, и в буквальном смысле «пора брать кассу» – это «пора покупать кассовый аппарат». В этом случае вот явление дефразеологизации наблюдается, как и, кстати, в шестом примере «Сядь за руль и обгони ветер», мы говорим о том, что здесь дефразеологизация наблюдается в словосочетании «обогнать ветер». Давайте поговорим еще о структуре рекламного текста. Смотрите, вот мы с вами назвали языковые средства привлечения внимания, да, шесть штук. Теперь поговорим о структуре рекламного текста. И здесь я бы обозначила четыре основных компонента. Первое – рекламный лозунг, или мы по-другому его называем слоган. Цель лозунга – служить визитной карточкой товара. Вот как фраза «не тормозись, не керсни» является лозунгом. Вот здесь вы можете увидеть, что это такая творческая фраза с оказионализмами, может быть, да, которая привлекает внимание. Вот это главное требование, нестандартность и запоминаемость, проявляется в том, что, знаете, как будто на подкорке остается эта реклама, и ассоциативная связь очень хорошая с названием товара. Второе – это зачин или вступление. Слово «зачин» мы берем из сказок. Знаете, дед да бабка, там, да, жили-были, дед да бабка. Это сказочный такой зачин, то есть вступление. Цель какова вступление? Привлечь внимание, заставить прочитать весь текст. Он должен быть неожиданным, захватывающим, притягивающим внимание. То есть это фраза, которая, знаете, содержит в себе что-то, что выделяет товар из ряда других. Вот я бы так сказала. Третья – основная часть или информационный блок. Это обычно самый большой блок. Мы говорим о том, что его цель – проинформировать читателя о достоинствах преимущественных предлагаемого товара или услуги. И обычно это самая такая объемная часть, потому что здесь много информации излагается. Последний, четвертый пункт – это информационный блок или справочные сведения, где мы указываем адрес, где находится фирма, телефон, время работы, социальная сеть и так далее. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Вот пример рекламного текста «Бастион». Обратите внимание на то, что замкам такое отличное название дается «Бастион». То есть мы говорим о том, что как будто человек покупает не замок и дверь, а становится хозяином крепости. То есть как назовешь корабль, так он и поплывет, собственно говоря. Вот первая фраза. «Бастион покоряется только хозяином». Это у нас слоган, где привлекается внимание. То есть ты покупаешь замок и дверь, и становишься хозяином крепости. Второе. «Бастион – замок повышенной секретности». Вот получается это вступление, и вот как будто все замки как замки, а «Бастион» – вот он такой повышенной секретности. Мы выделяем товар из ряда похожих. Дальше идет основная часть. Здесь четыре пункта. 20 тысяч неповторяющихся комбинаций. Мощная сталь, противостоящая любому натиску. Предохранитель для рассеянных хозяев, а также возможность установки в любую дверь. Здесь самый объемный этот пункт, где рассказывается о том, о достоинствах товара. Характеристика дается. Ну и, собственно говоря, в заключении даются справочные сведения. Это адрес, время работы, ну и телефон указывается, социальная сеть и так далее. Вот такой пример рекламного текста я привела. Теперь давайте посмотрим, какие приемы создания рекламы существуют. Вот первый прием – это объяснение механизма действия или состава продукта. Не бойтесь, что читатель не поймет. Даже если не поймет, то зауважает. Еще недавно на стране никто не знал слов кислотно-щелочной баланс, ксилит, карбонит, реклозан, керамиды и так далее, советуют рекламисты. То есть стоит говорить о том, из чего стоит товар и как он работает. Второй прием – учет социально-психологических особенностей целевой группы рекламного воздействия, которая отражается прежде всего в выборе средств выражения. Например, для рекламы, адресованной подросткам, характерно наличие сленговых единиц. Не тормозись, не керсняй – это яркий пример того, что реклама рассчитана на подростков. Третье – это создание положительных ассоциаций, формирование имиджа товара, эмоционального орела, благополучия, успеха, счастья вокруг товара или услуги. В рекламе на ФНАФ «История вашего успеха» слово «успех» вызывает положительная ассоциация, а в «Хрустящее счастье» в «Шоколаде Кэдбери» конечно же слово «счастье» имеет такое значение. Такие приемы существуют. Давайте посмотрим, учитывая эти приемы, какой аудитории адресована реклама. Вот реклама «Не тормози, снигер», с ним мы сказали, что адресована подросткам. А вот следующий вариант. Туалетная вода воплощает эмоции в чистом виде. Запах дышит свежестью Средиземного моря. Аккорд мускусного дерева, растворяясь на коже, распространяет мягкую чувственность. Вот явно по слову «чувственность» свежесть мы определяем, что это женская туалетная вода. Или туалетная вода – история перемен. Гармония силы необознанности, свобода свежести. Властные морские ноты в сочетании с древесными аккордами. Слова «свежесть», «свобода», «властные морские ноты» – это явно мужская туалетная вода. Ну и супер батончик «финт» только для тех, кто правда крут. Конечно же, эта реклама, опять же, рассчитана на молодежь, потому что используются сленговые единицы. Давайте определим, какой принцип эффективности рекламного текста здесь нарушен. Недавно в одной из западных стран был выпущен плакат, предназначенный для рекламы обезболивающего средства, который состоял из трех рисунков. На первом – женщина с перекошенным от боли лицом. На втором – та же женщина, принимающая лекарства. На третьем – она же, счастлива и довольна. Кажется, убедительно, но в Саудовской Аравии эта рекламная компания потерпела полный провал. Там и читают справа налево, и картинки рассматривают в таком же порядке. Представьте себе потребителя, видящего жизнерадостную женщину, которая после приема рекламируемого лекарства корчится от боли. Вот видите, нужно учитывать все особенности, особенности арабского мира, что они читают и смотрят картинки справа налево, а не слева направо. Вообще, мне очень нравится высказывание Владимира Маяковского о рекламе. Ему уже сто лет вспоминается европейская реклама. Например, какая-то фирма рекламирует замечательные резины для потяжек. Например, в Париже человек торопится на берлинский поезд и не заметил, как вокзальный упорный зацепился за гость с потяжками. Доехал до Берлина, вылез, бац, и он опять в Париже. Его притянули обратно в потяжки. Вот это реклама, такую не забудешь. Вот здесь Маяковский говорит о том, что на самом деле юмор, да, очень хороший друг рекламы. И вообще нестандартность решения вопроса, да, успех придает любому рекламному проекту. Вы знаете, если у вас есть желание, то вы можете сейчас составить объявление, рекламирующее вот один из этих пяти вариантов. Потому что мы языковые средства с вами назвали, приемы назвали. Пример с замками Бастен я вам привела. Поэтому, пожалуйста, можно придумать рекламу для агентства недвижимости. Граф Петров и обыграть здесь, да, что Петр Первый создал свой город, и вы тоже создаете его. Или кафе Кондитерской Пеликан. Это птичка, которая в клювике носит рыбу. Вот, значит, здесь такие вкусные пирожные торты делают, да, что хочется прийти еще. Или мебельный магазин обломов. Вы помните такого героя, да, который на диване лежал. Видимо, диваны были хорошего качества. Салон красоты Нарцисс, Расцветай, вот эта вся цветочная тематика. Ну или турфирма Атлантида, да, где можно найти свой становший материк. Поэтому дерзайте вперед, проявляйте творчество. Вообще, на самом деле, вот эта тема, о которой я говорила, и последующие темы других наших видео, их всего будет пять, отражены в моем подкасте «Азы языка», который вы можете послушать по ссылке, не по ссылке, по QR-коду, который здесь есть, или просто набрать в поисковике «Азы языка», потому что там я говорю о тех процессах в русском языке, которые существуют сейчас. Благодарю вас за внимание, за то, что вы просмотрели это видео, и увидимся на следующем видео. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok